Отворить эту дверь может лишь хранитель коллекции. Он же и только имеет право распаковки. Сегодня в комфортную среду температура около 20 градусов, влажность не выше 60 процентов. Вернулся апостол Петр с ключами, которыми впервые отворили врата Толедо, древней столицы Испании. Это икона из Шерышевского иконостаса, спас на престоле Богоматерь Знамения. В Белоруссии подобное изображение, оно единичное. Шел такой безмолвный диалог. Как раз таки экспонировалось напротив Эль Грека. Образ, созданный неизвестным мастером с Полесье, единственный, который решением испанских кураторов поместили непосредственно в зале с полотнами великого живописца. Уже оттуда гости дома-музея на юге Старого Света попадали в особое пространство 11 шедевров 17-18 веков с востока Европы. 60 тысяч человек останавливались у этих ликов. Свои впечатления они оставляли на страницах гостевой книги музея. Причем не только слово «грация» «спасибо», но и рисунки так впечатлились. Благодарные отзывы туристов из Греции, Кореи, США, Мексики. Свободных страниц не осталось. Теперь фолиант шутят не меньше тонны весом. С видом Толедо, словно от руки классика стиля маньеризм, сдадут в архив национального художественного. Город ЮНЕСКО. И, конечно, вельми важна была реакция на наши творы, сакральные творы. Кировничество музея попросило притягнуть эту выставку. И мы на два-три дня ее притянули. Где-то три-четыре творы Ольгарека, я сподеваюсь, мы отримаем. Паперомовые дуть, ну и будем рихтовать отповедные погоднения. Сразу в интерьер храма искусств вернут преображение 1648-го. Это вообще великое исключение, когда раритеты с постоянной экспозицией снимают на зарубежной выставке. Арт-проект «Таинство часу и духу», впервые показанный за перенеями, представят и в Минске. Замечу, хранилище сакрального в постоянном движении. Теперь собирают комплект древних икон в Бухарест. Александр Матяц, Юрий Лбовников. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok